Эта одинокая сторожка на берегу тихого светлого озера издавна привлекала любителей рыбной ловли. Так и я заврел сюда прошлым летом со своим этюдником кистями, красками, удочками. Здесь я застал еще одного заядлого рыболова. С ним мы и делили все радости и горести рыбалки. Рыболов, что это вы нынче ловите? Плохо. Два мужика и ведерко не принесли. Только бы двое. А то Сергей Петрович все больше картинками не занимается. Ему не до рыбы. Чего, Николай Семенович, мы сейчас с вами потягаемся. Не тягайся, проиграешь. Ну? Сколько тут народу не рыбачило, а Семеновича никто не перекрыл. Он на прошлый год одной чернухи, пуда четыре взял. Вот дочка салат не даст. А домой, как всегда, пустым уехал. А на что она мне? На базаре, что ли, торговать? Была бы хозяйка в доме, так бы не рассуждал. Вывалю все не впрок. Ну, Семенович, бросай свою руку, одели ужинать пора. Сейчас, мне немного осталось. Ну, давай, давай. Дядя Коля, а ты мне по правде даст поверкеть колесики? Дам, дам, только бы закрутилось. И куда же эта шпулька делась, а? А это шпулька называется? Шпулька. Сама ты шпулька. Не надоела тебе? Лучше бы мы эту машинку на чердак соволокали. Да что вы, машинка хорошая. Все за милые души послушайте, Екатерина Петровна. Отдохните, мне не к спеху. Васек, зажги-ка лампу. Василий, не забудь завтра керосинку. Добрый вечер. Я не помешал? Заходи, заходи. Только дверь прикрой, а то избу выставишь. Простите. Этот поздний гость возник без всякого шума, без всякой подготовки. Его словно внесло в избу порывом ветра. Здесь настоящая библейская обстановка. Только старые голландские мастера умели передавать эту чудесную, уютную тесноту. Откуда ты взялся в такой поздний час? Последняя кукушка уже давно прошла. Я ехал на машине. Хотя по правде трудно сказать, кто на ком ехал. Я ли на машине, или машина на мне. Какое-то было счастье, когда за деревьями появилась ваша хижина. Приятели едут на нервль. Попутного ветра пусть помытарятся. А я и здесь половлю за милую душу. А чем вы собираетесь ловить? Штанами? А что, разве ни у кого нет запасной удочки? Ну чего, чего, этого добра хватит. А вы говорите, штанами. Жизнь прекрасна и удивительна. Ах, веселый гость. Да здравствует взаимопомощь. А как звать-то? У меня, бабушка, имя простое, а без зубов не выговоришь. Пал Палыч. Будь так. Ну, Пал Палыч, присаживайся к столу. Чайку горячую попить. Чаек? Вот чудесно. И я вас угощу. Голотой ключик. Ужасно люблю эти конфетки. Ну-ка, пострел, угощайся. Я не пострел, я мафонька. Ну, какая прелесть. Славные девочки. Любишь детей? Ну, как не любить? А своих-то много. У меня нет детей, бабушка. Ну, возможно, потому мне и кажется, что все дети мои дети. Берите, 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 берите. Возьмите. Лучшее средство против курения. А я не собираюсь бросать курить. Вольному воля. Не вызывало сомнений, что кроме этих конфет у него не было ничего съестного. Но он так легко поделился последним, что нельзя было оставаться в долгу. Я не стал спрашивать о разрешении своего напарника и выложил на стол все наши припасы. Вот это по-нашенски. Все, что в печи, то на стол мечи. Васек, достань капусту до горчиков соленых. Ты вот говоришь, живем тесно. А почему? Все от нашего семейного характера. Да. Мы до прошлого года просторно живем. Я и меньшая моя, Любка. Меньшая? А сколько ей? Невеста. Каждый вечер в кино ходит. А старшая моя, Катерина, с мужем в торфогородке на квартире стоит. Да вот прошлый год забаловал ее, Егор. Катенька прознала и все бросила. Даром, что вместе на житве. Одного только вот Дингера из всего приданого привезла. Ну, это уж слишком. Я бы на ее месте вернулся. Да, ведь она же характерная. Поступила швеей на фабрику и все. Ну, ничего. Походу подъедем, а там, может, еще наживем палаты каменные. Верно, дочка? Мам, нам же предлагали квартиру в поселке. Вы сами не захотели? Я с этого места никуда не двинусь. Ну, уйду я. А рыбачки куда денутся? Ну, и мне без людей скучно будет привыкло. Вот кто у нас самый характерный. Дядя Коля, спроси меня про Австралию. Ну, давай, давай. Ковалев, расскажи нам о животном мире Австралии. Значит так. В Австралии обитают страус эму и райская птица с роскошным оперением. Еще там, значит, есть много разных видов попугаев. В воздухе летают комары и мухи, которые своими укусами мучают людей и животных. Что вы правы? В Австралию завезли кроликов. Потемнеет же он. Которые размножились и стали вредителями полей. Еще там есть дикая собака Динго. Точно. Ну, а плотность населения? Плотность населения. Ах, плотность населения. Забыл. Один человек на... Дайте я. На один квадратный километр. Точно. А скучно, и видать, у них там жизнь. Болен далеко человек от человека. Правильно, бабушка. Люди должны жить как можно ближе друг к другу. Возьмите, пожалуйста. Ну, хозяюшки, к столу. Кушайте, мы опосля. Ну, никаких разговоров, иначе мы тоже не будем. Будет тебя у нас так не заведено. Садитесь. Ну, будь по-твоему. И никаких разговоров. Хорошо, вас? Екатерина Петровна, присаживайся. Иди, дочь. Иди. И дети. Дети тоже. А ну-ка. А ну-ка, пострел. Я бы не пострел, я маханька. Маханька. Почему-то так повелось, что хозяева ужинали после нас. Но, видя, как они охотно поддались на уговоры Павла Павловича, я усомнился в справедливости прежнего порядка и с невольной симпатией подумал о человеке, проявившем такую душевную чуткость. Это ничего, а. Борсовет обещал нам в стройке подсобить. Ты вот нам через годик приезжай. Обязательно приезжай. Увидишь, как мы тут заживем. Так приедешь? Что это за таинственные светильники? Ничего таинственного. Браконьерят тубовое, рыбу лучат. Послушайте, в этом есть что-то мистическое? Можно подумать, что они совершают какое-то ритуальное действие. А поймает их охрана за этим действием? Штраф влепит и рыболовное свидетельство отберет. Ну, почему же это так красиво? Острожить воспрещено. Жаль. Мне так хотелось попробовать. Да зачем дело стало? Острогой отдавич на чердаке я приметила, а смолья в сенях хоть завалится. Ну, давайте. Давайте же организуем это, а? Ребята, достаньте. Ну, вот и чудесно. Молодой человек, я же вам говорю, что этот способ ловли запрещен. А я только попробую. Вы же больше пораните рыбы, чем возьмете. А вы думаете, меня привлекает рыба? Нет. Мне бы только заглянуть в это сонное царство. А я не слишком легко одет для такой рыбалки? Эх, Кобеда. Ватник, вон он висит. А сапоги, Николай Семенович, запасные. Под лавку. Вот видите, как все легко и просто. Если по-настоящему захотеть. Ну, я вас предупредил. Пустяки. И законы пишутся для того, чтобы их обходить. А вы не шутите. Николай Семенович у нас не просто любитель, а, так сказать, лицо ответственное. Консультант по судакам в рыболовном обществе. Ну, а я лицо безответственное. Рыболовного свидетельства у меня нет. Ну, а о штрафе не может быть и речь. А кто же мне все это понесет-то? Васек понесет. Васек, слышишь? Одевайся. Ну, давай, давай, давай. А за это ты будешь премирован. Вот. Батерейным билетом. По нему ты выиграешь Волгу. А велосипед можно выиграть? Ну, это запросто. Сперва работа, а потом награда. Все ясно, по полу. Добрый вечер. Находи. Здравия желаю. А, Аника, воин. Здравствуйте, Федя. Чайку налить? Да мне уже в час пора. Увольнительный до 12. Что это ты нынче рано заявилась? Ищи полу ночи нет. Скучно ей, вишь, дом. На целину собралась. Да захочу и поеду. И его дожидаться не стану. Ну, так я пошел. Послушайте. Вам надо жить в Москве. Или в Ленинграде. Разве только там люди живут? Да вы здесь хорошо. Тоже мне расселся. Так я пошел. До свидания. Характерный. Хуже Катерины. Ваш дом полон неожиданностей. Не хватало только феи. Маленький волшебница. А у нас кино завтра. Максим перепелится. Вы не вернетесь обратно в сказку? Да нет. Мне завтра на работу хватит. Ну, так я другим разом зайду. Молодой человек. Вы, кажется, рыбачить собирались. Да, да, да. Не случайно я бросил машину товарищей. Я словно знал, что попаду в сказку. Счастливо оставаться. Люба, Федя ушел. Никуда он не денется. Мы с вами еще увидимся. А как же? Раз вы у нас остановились. Небось, Федор опять на разговор приходил. Далась им эта целина. Здесь, что ли, жить нельзя? Мам, так ведь они молодые. Хочется им на жизнь поглядеть. Ты вот поглядела. Нет, пусть при моих глазах жизнь строят. Не говори мне этот разговор. Федор еще с полгода служит. А старушка так солдатику, кажется, не очень благоволит, а? Слушайте, идете вы, наконец, или нет? Ну, идите, идите. Он по вышку тут запрел совсем. А, да. Да-да. Чудной ты у меня. Пришел, помолчал. И пошел. Ладно, ладно. Поговоримся еще. Ну, смотри, фея, чтобы завтра вовремя. А фея не опаздывает. Если хотят. Николай Семенович, неудобно как-то получать. Полковник. Мастер спорта и на полу. Дорогой мой, ныне я все-навсего консультант по судакам. Так что предоставляю вам делить ложе с этим новым жильцом. Мам. Мам. Эти Коля мне завтрак поправит, даст, чтобы пить колесик? Конечно. Спи, спи. И все-таки много на свете хороших людей. Кто не зайдет. В каждом душа светит. Этот вот. Новенький. Чудной. А, видать, человек сердечный. С понятием. У вас, мам, все хорошие? Нет, не все. Егору твоему я сроду не прощу. Кать, а как ты с Семеновичем надумала? О чем не думать-то? Он мне и слова не сказал. Да будет тебе. Ну нет, что я не знаю, чего он сюда ездит. А что молчит-то, характер в нем такой. Ах, мам, не торопите вы меня. Сама все знает. Когда я одна была, а то как же детям-то неродного отца? Такой неродной лучше другого родного. Мам. Не больно твой Егор об детях вспоминает? Не надо, мам. Ну ладно, ладно. Молчу. Не мне, тебе жить. Что это умаялась я нынче. Я нынче. Я ненавидую. Я нынче. Я нынче. Я нынче. Довольно, дяденька. Мне завтра в школу рано вставать. Что тут? Я только вошел во вкус. Еще по географии спрашивать будут. Ну что, похож я на Нептуна, а? Помогите, пожалуйста. Тихо, тихо. Не удержался. Видит Бог, не удержался. Слаб человек перед соблазном мира всего. Все. Бабушка. Не будьте ее. А уже постели. Чудесно. Ну так хочется рыбки, собственно, улова. Бабушка. Бабуня. Бабушка. 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 Что? Ты что? Бабушка. Ужасно хочется рыбки жарить. Какой ты настырный. Верный. Он Лава Юли ни разу промаху не дал. Значит, глаз верный. А ты что, не спишь? Марш на печку. Асек. Иди сюда. Ну? Тяни на счастье, танкист. Ну, покажи. 39, 0, 75. Ну вот. Переходите мне всю жизнь пешком. Ничего, прокачу. Заботный. Подвиньтесь, пожалуйста. Я привык с края. На бильярд оттачивает глаз. Что, любите стихи? А еще вот. От Гумилева до Щипачева. Таких пяток тебе хватит? Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Мария Егоровна. Что? Будешь крутить, усы нарисую. А мне вовсе неинтересно. Ах ты, горе ты мое. Доброе утро. Доброе утро. А где Машенька? Любушка? Проспал, милок. Доброе утро. Но где же сердце, что полюбит меня? Дядя, ножки тоже будем брить? Обязательно, обязательно. А это что такое? Это моя мама. Да? А, недорно, недорно. Есть экспрессия, есть. Ну а как же мы это назовем? Прачка? Ведь это уже было у Мане, помните? Потом в наш век стиральных машин. Простите, прачки это Дега. Да, ну конечно Дега. Да, ну название. Одинокая. Нетипичная по конфликту. Ну, если не одинокая, тогда размышления у корыта. А вы знаете, я никогда не задумывался о названиях своих картин. Ну что вы, название крайне важно. Ну вот хотя бы эта нашумевшая история с Саедовым. Ну его знаменитое полотно в тайгу пришел свет. Ну то, что с проводами. Ну пока это называлось опушка леса, его же никуда не брали. Переменили название, полный успех. Скажу без ложной скромности, тут есть и доля моего участия. А вы что, консультант по названиям? Ну, если существуют консультанты по судакам, то почему бы не быть консультантом и по названию? Ну это что, ваше основное занятие? Вы знаете, мне порой бывает самому трудно сказать, какую область искусства я могу считать для себя основной. Вчера меня взволновала новая выставка, завтра книга, написанная приятелем, а порой и самого потянет к перу. Да трудненько вам приходится. Пошли, заждалась рыбка. sending о Тра-ля-ля, 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 ля-ля, ля-ля. А я надел ваш плащ. Пожалуйста, но это Николай Семенович. Да? Ну, ничего, не страшно. У вас нет запасной блесны и лески? Говорят, они ужасно рвутся. А вот выбирайте. Ага. Так. У-у-у. Вот теперь я снаряжен. Спасибо. Туда пойду. Да, на блесну поплевать помогаешь? Чем он вам не нравится, не понимаю. Туман не люблю. Да просто он многое видит иначе, чем вы. Ну, знаете что, давайте не будем о высоких материях. Мы здесь рыбу ловим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Что такое... Да, перегрелись вы Чего вы тут балаган под устраивали? Уйдет же рыба Ну зачем, лучше и я уйду К тому же сегодня суббота Викенд Викенд. Короткий день. Я захвачу нашу рыбку. Вернете уха поспеет. Жить будем жить. И от судьбы возьмем Хотя одну весну, Хотя одно мгновение Без жалкой слабости, раздумья И сомнения в неведомую даль Свободные пойдем, Если там могила и покой, Цветы увядшие, смолкшие желание. Я вижу над собой весеннее сияние, Сегодня я живу, И день сегодня мой. Вот так читал великий артист Юрьев. Юрий Михайлович... Жаль, если он голову ей закрутит. Она девушка хорошая, чистая. Да и Федор парень подходящий. Давайте не будем о высоких материях. Распируемся. Вы же сами говорили нам здесь рыбу ловить. Да. Привет. Любаш, а как же кино? Кино отменяется. У нас сегодня танцы. Наконец-то я встретил девушку, Которое так все гармонично, Так красиво. Мне хочется петь, читать стихи, Целовать ей руки. А мне просто танцевать? Семенович, приглашай дочку. Не обучен. Разрешите, я попробую? Да что вы, мое дело пожилое. Да будет вам. Ха-ха-ха. Какая жалость. Машенька, маэстро. Видите, говорила, неловкая. Это я плохой партнер. А хотите, я покажу вам, как танцует в столице? Я, наверное, не сумею. Со мной? Что вы сумеете? Прогласите, Катя. Вы такая добрая. Прогласите, Катя. Катькин позор явился. Катя. 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 Зови Катьку, говорить с ней буду. Я боюсь, что она не пойдет. Я тебе что-то сказал. Помните, что это не хорошо. Ну, что тебе надо? Катюша, муж просит вас. Всего на несколько слов. У вас уже все переговорено. Ну, он так страдает. А я свое отстрадала. Ну, нельзя же так. Ну, бабушка, ну, помогите мне. Ну, рушится счастье человеческое. Иди, иди. Он тебе покажет счастье. Ладно. Пусть скажет свое слово. Вот умница. Вот умница. Иди. Ну вот, теперь я за них спокоен. Ответь, Люшка. Я обещал вам, что все будет хорошо. Будет, Люшка. Будет. Люди должны быть. Обязаны быть счастливы. Вот только свое счастье я никак не могу устроить. Вы такая красивая, Люда. Я верю, что и душа у вас так же красива, как ваше лицо. Ваши руки. Ваши удивительные глаза. А вы такой непохожий на всех. Да чем же, Люда? А у вас все особенное. И разговор. И все. Вот зажигалка, например. Или ножичек в чехольчике. Умница. Вы разгадали мой характер. Вы знаете, любая мелочь... Мне... Не надо щелкать зря. Любая мелочь мне дорога, только если она красива. Вот и жигалка или ножичек. Кстати, где же она? Ну ладно, найдется. В человеке должно быть все красиво. И лицо, и одежда, и мысли. Даже он что-то по-последствии знает. Говори, кто. Или я знаю, чего ты к матери ушла. Мужиков кругом много. По себе судишь. На старика метишь? Или, может, на этого? Поганый ты. Не хотел мешать. А вы не находите, что иногда надо мешать? Что нельзя быть всегда в стороне? Уйди. Пусти, слышишь? Пусти. Муж я тебе или не муж? Уйди, слышишь? Я думала, тебе хоть чего-нибудь из человека осталось. Уйди. Катька, не доводи до худого. Пусти. И думать обо мне забудь. Не знаю, что сильнее подействовало на меня, слова или поступок Николая Семеновича. Но я понял, что не могу оставаться в стороне. Не имею права быть безучастным к тому, что может натворить еще этот любитель красивых слов и легкой поживы. Что здесь происходит? У меня пропал ножичек. Не понимаю ваше веселье. А я вашего огорчения. Это что, фамильная драгоценность, что ли? Простите, пожалуйста, но это мой ножичек. Ну что там, Любушка? Нет? Бабка, лучше смотрите в щелях. Ну нет, его и нет. Лучше возьми наш ножик. Какой? Кухонный? Да. Да вы что? Крутись под ногами. У меня был маленький ножичек в ноженках. Изящный перламутровый ножичек в замшевых ноженках. Да сродно у нас такого не случалось. Сколько народу перебывало. Такая беда, прости его. Ну, подождите, подождите. А почему вы решили, что он пропал именно здесь? А что вы не потеряли его где-нибудь на рыбалке или по дороге? Я не теряю своих вещей. И вообще чужих тоже. Так что ж, украли его, что ли? Господи. Не знаю. Ну, знаете ли. Дядечка, возьмите моего котеночка насовсем. Отстань ты. Что здесь происходит? Да ножик у них пропал. Ну, сроду у наших жильцов никаких пропаж не было. Не надо же. Да. Серьезные потери. Ну, что ж, давайте искать научно. Давайте разобьем избу на секторы, квадраты, объекты. Ну, что с Егором-то? Ну, что с Егором-то? Папушка, ну, где вы? Папушка, ну, где вы? Может быть, дети взяли? За ними такого не водится. Васёк, ты не брал ножичек? Да куда он мне? Манька, может быть, ты его куда сунула? Да ты не крутись, ты толком отвечай. Хороший ребёночек. Ты зачем взяла чужое? Не надо. Не надо бить ребёнка. То есть, как это не надо? Не смей брать чужого, не смей брать чужого. Постойте, постойте. Её курточка лежала рядом с моим пиджаком. Так, может быть, я сам положил ножичек в её карман. Надо было раньше думать. Кто ты, милок? Давай. Глазочки вытрем. Вот так. Смотри. Ты куда на ночь глядя? К Фёдору. Как вы уезжаете? Но ведь я же надеялся... Поезжай, поезжай, дочка. Не пойди, заждался. Любушка, на улице дождь, вы простудитесь. Люба. Любушка. Бабушка, остановите ж её. Не трудись, милый. Ты и так уж довольна для нашей семьи постарался. Не брать чужого, не брать чужого. Ну что ж, будем считать, что ничего не произошло. И пусть вещи вернутся на свои привычные места. Ого. Богато живёте. Вот как. Ничего не произошло. А вы видели глаза девочки, когда её наказали, а вам вздумалось поиграть в благородство? Я не понимаю, при чём здесь благородство? Я убеждён, что это взяла она. Паразиты. Я подумал, придёт ещё для Машеньки время, когда она научится ненавидеть таких вот ничтожных, жадных и ласковых паразитов. Хотя вряд ли они тогда сохранятся. Ах так. Блёсинки, лесочки. Блёсинки, лесочки. Плащ, сапоги моя, шляпа, спиннинг. Всё на месте. Да, чёрт возьми, уголовной ответственности этот человек не подлежит. Когда тут проходит пукушка? Теперь уж на рассерете. Раньше не будет. А сколько до города? Километров десять. Бабушка. До свидания. Наконец-то избавились. Просто он много и по-другому видит. Вы, кажется, так говорили? Ну-ну-ну. Кто старое помянет... Погода нелётная. И потом, в конце концов, каждый имеет право на постой. Мне не спалось. Беспокойно ворочался сбоку-набок и Николай Семёнович. И Тлюба ушла в ночь. В непогоду ушла к Фёдору, потому что мы, два сильных здоровых человека, так и не смогли избавить её дома от этого постояльца. Здравия желаю. И извините, что нарушил отдых. Пиф-па. А ну, стрелок, поднимайся. Здесь вагон для некурящих. Вы здесь не хозяин. И он хозяин. Все здесь хозяева, кроме тебя. Так, значит. Промок. Сорок оставить. Чего ты? Ребёнок спит. Сейчас уйду. Ребёнок спит. Ребёнок спит. Ребёнок спит. Он исчез, словно прелый лист, бумажка, сухая вылинка, отхваченная порывом свежего ветра. Но ветер тут был ни при чем. Молодец, сапер, ловко разминировал помещение. С тех пор я твердо знаю, как следует поступать, если на пути появится такой вот ночной гость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok